Социальный проект «Восстановим всем миром школы» в Новороссии набирает все больше оборотов, привлекая все больше неравнодушных людей. На этот раз на призыв о помощи откликнулась Калужская строительная фирма. Она передала 11 грузовиков со строительными смесями, которые сейчас выгружаются на складе в Ростове-на-Дону. Своими силами гуманитарный батальон Новороссия будет приправлять строительные смеси в Донецкую Народную Республику. Что привезли, зачем приехали? Для штукатурки, для кладки, для всякой обделки домов, для ремонта домов. Это завод «Русиан». Проявил инициативу, чтобы помощь Новороссии. То есть для строительства, помощи всевозможной. Еще машины пойдут. Так что, в общем, вот такие дела. Все поехали с хорошим настроением. Откуда приехали? Что ведете? Здравствуйте. Из Калужской фирмы «Русиан» с Москвы везем сухие смеси для восстановления больниц, школ в Новороссии. Долго пробыли в пути? Сутки где-то, с ночевки. Дети – наше будущее. Они должны улыбаться, радоваться, узнавать новое и учиться. После ряда разрушений социально значимых объектов батальонами Национальной гвардии Украины, что может быть важнее, чем нормализация учебного процесса, восстановление школ, детских садов? Подходило время учебного года, и родители в ДНР были обеспокоены. Часто задавали нам вопросы, начнется ли учебный год, пойдут ли детки в садики, в школы, и когда это произойдет. Наш батальон, гуманитарный батальон Новороссия, провел рейд, и мы посмотрели, в каком состоянии находятся школы и садики, и увидели, что украинские каратели, они очень много школ побомбили, садики. Мы приезжали в детские сады и видели, когда в стенах были огромные дыры от снарядов, также очень много было школ разрушено. И мы тогда поняли, что для старта учебного года нам нужно помочь в восстановлении школ и детских садов. К нам обратился министр образования Костенок и попросил помощи в содействии в восстановлении школ. Это первая наша задача была. И в сборе учебников, потому что мы все-таки хотели, чтобы дети начали учиться на русском языке. Мы отстаивали это право учиться, разговаривать на русском языке. А когда бы начался учебный год, очень много учебников у нас на украинском языке. И отдельное внимание мы уделили истории и литературе, потому что в рамках Украины были очень сокращены предметы на русский язык, русская литература, изучение ее. И история, как вы знаете, подавалась с точки зрения украинской пропаганды, а не так, как бы нам хотелось, чтобы детям преподавалась эта история. Мы попросили, обратились к российскому сообществу. Очень многие откликнулись, начали собирать книги. Был этап, когда мы по телевидению это сказали, во всех наших СМИ сообщили. И пошел отклик. Сначала он был немногочисленный, потом это как волна начала разворачиваться. И сейчас очень многие помогают нам с вопросом и восстановления школ, и сбора учебников. Первые учебники уже доставлены в Донецкую Народную Республику. Они пришли из Санкт-Петербурга. Нам помогали движения офицеры России и наследия. В Донецкой Народной Республике у нас организовано целое движение «Юный Новорос», которое будет заниматься патриотическим воспитанием детей, которые участвуют в подобных акциях. Они тоже участвовали в этом и активно включились в работу по поиску и доставке учебников. Стартовала акция 5 октября. Мы восстанавливали школу 71. Она находится в Кубышевском районе. Были полностью заменены все стекла. И уже практически школа была готова к тому, чтобы начать учебный процесс. Все очень радовались. Но потом в Донецк попало, прилетел снаряд «Точки У», который был с очень сильной волной. Пострадала опять школа. Опять вылетели стекла. И она требует еще завершения там работы. Иван Ахлобыстин помог гуманитарному батальону. Прислал нам 100 тысяч рублей. Так как назначение платежа не было указано, у нас ни одна акция, которую мы проводим. Мы помогаем и детям, и восстанавливаем школы, и еще очень многим больным детям и так далее. Мы решили, что сейчас очень нуждалась школа восстановления. Если бы мы там не покрыли шифером крышу, то просто школа не подлежала бы восстановлению. Начались бы дожди холодные. Она была бы уже разрушена. Нельзя было ее восстановить. В этом селе это практически единственная школа. И учебный процесс вообще не мог начаться. Сейчас мы купили там шифер, и идут работы по восстановлению. Очень многие откликаются в виде небольших платежей, больших. Это целый поток денежный, который идет на помощь Новороссии, на разные сферы, на разные нужды. И мы огромное спасибо всем говорим. Всегда благодарны. Иван Ахлобыстин – это публичная медийная персона. Да, мы очень ему благодарны. Он дополнительно не только помог нам деньгами, но и привлек к этой проблеме достаточно много внимания. Сегодня в Ростове мы встречаем 150 тонн строительных материалов от Калужской компании-производителя «Русиан». Генеральный директор компании Александр Варин откликнулся на призыв гуманитарного батальона «Новороссия» Екатерины Губаревой и выделил большой объем строительной продукции для школ Донецкой Народной Республики. Эти все строительные материалы поедут в Донецкую Народную Республику. Там мы передадим их в Министерство образования и будем совместно восстанавливать школы. Гуманитарный батальон «Новороссия» будет помогать не только с доставкой. Мы также будем участвовать и в процессе восстановления школ, и медийно это освещать, дабы знать, какие школы восстановлены и как идет этот процесс. Очень важно, чтобы местные жители участвовали в социальных проектах. Дело не только в финансовой поддержке, важна помощь в проведении субботников и ремонтных работ. Гуманитарный батальон «Новороссия» благодарен каждому за посильный вклад в наше общее будущее. Поможем всем миром школам «Новороссия». Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал «Новороссия», Ростов-на-Дону. Редактор субботников «Новороссия»